Проверка инцидента с нарушением российской границы украинскими военными. Как сообщили в местном управлении ФСБ, 13 июня боевая машина пехоты украинской армии вторгалась на российскую территорию. Произошло это у поселка Миллерово. Пограничники задержали бронемашину, ее экипажу удалось скрыться. Позже украинские военные попытались вернуть технику, но эта попытка была пресечена пограничниками. С подробностями Александр Иванов. Боевая машина пехоты на 150 метров вторглась на территорию федерации. Все произошло немногим позже полудня. Понасающие украинские армии нарушили государственные границы на боевой машине пехоты. С силами пограничного управления транспортное средство было задержано. Людям удалось скрыться на территории Украины. Заблудившийся экипаж обнаружил наряд пограничников. Украинским силовикам пришлось бросить БМП и убежать на территорию Украины. Чуть позже попытались вернуть и завязшую бронемашину. Была предпринята попытка вернуть задержанное боевое транспортное средство на территорию Украины. Но благодаря резервам пограничного управления ФСБ России данная попытка была пресечена. Брошенную бронемашину исследовали саперы. Опыт не подвел. В БМП обнаружили взрывчатые вещества различных систем. После разминирования украинские БМП переместили в ближайший отряд пограничной службы. Все ночью утром здесь, в хуторе Каменно-Тузловка, это российско-украинская граница, продолжались следственные действия. Оперативникам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и принять решение, возбуждать ли уголовное дело по факту пересечения государственной границы. Александр Иванов, Владимир Харагазян, Денис Денисов и Геннадий Сиденко. Вести. Ростовская область. В связи с нарушением госграницы, Москва направила Киеву ноту протеста. Россия расценивает это происшествие как грубое нарушение основ международного права и требует прекратить провокации, так заявили в МИДе. Мы расцениваем подобные действия украинской стороны как грубое нарушение основополагающих положений международного права. Как противоправный акт, который не будет способствовать мирному урегулированию вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Мы требуем прекратить подобного рода провокации, которые затрудняют едва начавшийся процесс восстановления постороннего российско-украинского диалога. Соответствующая нота протеста направляется украинской стороны. Субтитры создавал DimaTorzok